Мы говорили с вами до перемены о том порядке или предпочтении, или тех ударениях, которые расставляются в еврейском ортодоксальном обществе, а также в христианских цепях и мессианских общинах. И мы говорили о том, что в зависимости от общины это может выглядеть по-разному. Почему? Сложность мессианских общин заключается в том, что мессианские общины стремятся достигать еврейский народ в контексте культурного наследия еврейского народа. И здесь невозможно обойти стороной традицию этого народа. Это естественно. Поэтому мы должны понимать, что это за традиция, откуда ее истоки, и ставить ее в нашем служении перед Богом в правильное место. В правильное, приоритетное место. Иногда мы можем видеть, что в мессианских общинах становится следующий порядок. Мы говорили здесь, да? Отец, Сын и Дух Святой находятся наверху. Но иногда в мессианских общинах мы можем увидеть следующее. О том, что во главу ставится только Отец, Элухим. Да? И все служение, оно в основном говорят об Элухим, о Боге, о Боже и так далее, и так далее. Потом идет Тора, дальше идут раввинистические писания, это просто как модель того, как может выглядеть мессианская община. Раввинистические традиции. Потом идет Ешуа, как Машия, ну и Дух Святой после этого. Возможно, вы не сталкивались с такими общинами пока, но вы должны быть уверены, они есть. Они есть. Да, у нас в стране тоже, в том числе. И у нас есть такие. А в этих людях? Просто мы с ними не общаемся. В этих общинах люди рожденные, потому что они принимают Решуа как своего Спасителя. Но все их служение, оно построено в приоритетном порядке вокруг этих вещей. Смотрите. То есть, что может быть свойственно таким общинам? Им может быть свойственно, например, очень близкое отождествление себя с иудаизмом ортодоксальным. Можно взять, например, представить реформаторский иудаизм, реформаторскую синагогу, и добавить туда Иешуа, где-то там и Духа Святого. Понимаете? Представьте, реформаторов, евреи, все хорошо, молятся по Сидуров, одевают филины, там все праздники, обряды, кашруты, траля-ля. И при всем том, они верят в Иешуа. И есть такие. А потом уже где-то Дух Святой там. Ну, как бы тоже мы принимаем Дух Святой. То есть, заходи к нам. Будешь нашим гостем. Итак, и мы понимаем, что если это происходит, то возникают большие проблемы. Потому что мы понимаем, что Тора для нас важна, но она должна быть сбалансированной. То есть, закон, он важен, но он должен быть сбалансирован. Обычно в таких общинах очень много смотрят на какие-то вещи, связанные с Танахом, с Торой, с храмовым служением и так далее. И так далее. Следующее. То есть, как оно должно быть? Мы видим, что отец, Иешуа, то, что должно быть по-новому завету, Дух Святой, потом Тора, потом традиции. То есть, правильный порядок, который нам необходимо соблюдать. То есть, благодатью Бога через Бога Отца, через Иешуа, Он дал нам Святой Дух и сделал нас способными быть послушными Его заповедям. Это основное понятие, которое мы должны строить. И мы понимаем, что в еврейской традиции есть мудрость, есть действительно толковые вещи, которым можно научиться. Там есть богатый опыт. Но при всем том, мы должны понимать, что мы все же не должны терять из вида нашего Мессия. Потому что Он своей жизнью, своими действиями, своими словами начал открывать для нас Божий закон, закон Нового Завета. Живую Тору. Иногда церковь может выглядеть следующим образом. На первом месте стоит Иешуа. Потом идет Отец. Потом идет Тора. И церковная традиция. Видели такие церкви, да? То есть, Адухи Святом, например, не учат. Или учат о том, что это просто сила, которая сходила там и так далее. Ну, предположим, это баптистская или там какая-то, допустим, какая может быть, пресвитрианская форма, да? То есть, Иешуа, Он важный, это центр всего. Есть Отец. Ну, как бы, как же... Потом Тора, потом церковная традиция. Иногда бывает так. Церковная традиция. Вы говорили, да? Иешуа, Иешуа, потом идет Отец. И здесь, если вы потеряли равновесие в этих всех вещах, происходит проблема. Бывают такие еще варианты. Иешуа, Отец, Дух Святой, потом Тора и христианские традиции. Бывают просто Тора без каких-либо традиций. Попытка построить что-то, вот вообще, знаете, такие, а у нас нет традиций, мы не традиционники. Ну, бывают некоторые христианские истории. Есть гневенационные. Есть гневенационные. Мега круто, полно евангельские. И так далее, и тому подобное. А когда к этому всему еще добавить наш знаменитый фразу, да? Мы живем не по закону, а по благодати, то тут тоже начинается дискотека. Потому что со всеми этими вещами можно перегнуть как в одну сторону, так и в другую. То есть, если вы посмотрите, как это работает, допустим, наше общение, мы уделяем место традиции. Да? Мы уделяем место традиции. Мы понимаем, что если завтра, например, у нас не будет еще чтения Торы, он просто не будет. И вообще его не будет. То не произойдет ничего. Да? Мы просто не будем, или там не будем, мы молиться, например, барбитцу проводить. Мир не разрушится. Это та вещь, которая, или там, например, шаббат. Да? Многие, допустим, в мессианских общинах говорят, на шаббат должно быть две свечи, две халы, лежать на специальных подносах, тр staan-ля-ля-ля. А потом мы, мы, мужчины, то, все. И начинается там, я помню, попадал на разные шаббаты. И там, по-разному, знаете, особенно, когда в других мессианских общинах, ты попадаешь и ты видишь друг что там есть определенная такая традиция раз а где соль 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 без соли нельзя что без соли нельзя то есть откуда все это это традиция еврейская традиция и мы пытаемся соответствовать ею в ту или но и том или ином образе я понимаю так что если вы ухватились на сам принцип шаббата то у вас может и не будет свечей и виноградного сока у вас может не будет или вина и хала у вас может быть какая-то булочка понимаете но вы пускайте сам принцип шаббата в свое сердце вы пытаетесь успокоиться от своих дел вы пытаетесь внутренне направить себя на поиск творца это работает понимаете потому что можно исполнить все и не получить благословение можно исполнить мало и вы благословены поэтому здесь не нужно перемешивать эти вещи тем более осуждать других если они не делают что-то что не соответствует именно вашей традиции не смешивая хорошо и и так мы помним что в первом веке так сказать нашей эры народ ожидал пришествия машеха мы помним что историческая обстановка была такова что на тот момент были римляне до дворец израиль и они узурпировали тем не менее евреи ожидали мессию царство божьего и они ожидали не просто просто так знаете такая у нас есть период ожидать царство божьего они ожидали основа и свои ожидания на определенных моментах и местах писания вы знаете на какие-то шума шерфы а где так написано шума шерфы да вот к примеру да что-нибудь какой почему они ожидали царство божьего ну даже поэтому про новый завет новый завет пророчество и сайта какой пророчество а еще он сайт укажутся 3 глава ну и сам типа снимет уложение сьякова хорошо давайте ускорим процесс а то снова начнем и сайт 2 глава 2 4 стихи и будет в последние дни гора дома господья будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут к ней все народы и пойдут многие народы и скажут придите и зайдем на гору господню в дом бога иаковлева и научит у нас своим путям и будем ходить по стезям его ибо от всего на выйдет закон и слова господня из иерусалима да и будет он судить народ и обличить многие времена перекрыть мечи свои на орала и копья свои на серпы и подымет народ на меча и не будет более учиться погибать вот такое достаточно известное пророчество до 2 сайт что мы можем увидеть соответственно этого пророчества о том что народы придут познанию бога есть они будут следовать богу израиля то есть они будут почитать и божье правление будет утверждено на земле будет установлен определенный божий порядок более того и всего нам идитора и слова божия из иерусалима не просто селона конкретно селсалима да то есть тора будет иметь универсальное применение каждому человеку не только к иудею но также тому к тем народам которые будут туда приходить правильно будет установлен мир во всем мире вот так наконец-то и все народы будут одним целым под правлением машины они подчиняться и не будут воевать вы просто задумайтесь что должно произойти что народы которые всегда и не нужно не будет само понятие оружия вообще не нужно представьте мир в котором не нужно понять потому что за оружием подразумевается власть и сила применять это оружие и мы видим что они будут всецело подчинены власти стиле которая будет исходить от сиона и из иерусалима мы понимаем что все это связано с приходом машины посмотрим исаи 11 глава с первого по 11 тоже достаточно известное место исаи 11 11 и произойдет отрасль от корня и все его и вверх произрастет от корней его и по чьим на нем был господин дух премудрости и разума дух совета и крепость и дух ведения и благочестия и страхом господин исполнится будет судить не по взгляду отчей своих и не по услугу ушей своих решать дела он будет судить бедных по правде дела страдаться земли и решать поистине и жаловку свои поразить землю и духом курс своих убьет чистила речь идет о машине и будет припоясаниями его чисел его правда и припоясания бедер его истина тогда будет жить вместе с тем и вас будет лежать вместе с козлоном и теленок и молодой лев и волк будут вместе и малое дитя будет водить их и корова будет пастись медведицу и детеныши будут лежать вместе и лев как волк будет есть солому и младенец будет играть на норой аспида и дитя протянет свою руку свою на гнездо змеи не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей ибо земля будет наполнена ведением господа как воды наполняет море и будет в тот день корню и сеева который станет как знамя для народов обратятся язычники и покой его будет слава и будет в тот день господь снова прострет руку свою чтобы возвратить себе остаток народа своего который останется у асура и египте и в патросе и укуса и улама и на островах моря и так мы видим что неси будет от корня и сеева до отец давида следовательно маши будет потомков давида мы видим что произрастет отрасль до отрасль отрасль так вот скажем не цер мы видим мы можем увидеть в определенное указание что это этот машин до который придет он будет из нас на царе то да и назови на заре там вот раз но помните с которым мы видим что наши их он будет связан вырастет там отрасль это росточек он прорастет и служение его начнется с того что на нем будет дух божий да и почиёт на дну на нем дух господний дух премудрости разума двух советах крепости дух ведения и благочеление и благочестия когда почием на машине этот дух когда он был с его крестителем зашел голову и мы видим что это было сильным знамением люди которые тогда находились они увидели и дальше что что будет характеризовать его как миссию дух премудрости и разума до двух совета кротости дух ведения то есть это мы разбираем сейчас личность машина с точки зрения данных мы-то знаем правильные ответы иисус но как-то надо было увидеть его в тонахе как он будет мы видим что у него должны быть такие вот особенности дух благочестия да мы видим что это что он будет отражением такого понятия как страх божий иными словами это не просто что он будет шугаться бога и бояться его прятаться на такой вот страх да панически но определенная как бы даже не определенная полная зависимость от божьей воли которая показывает себе уважение сына и почтение сына относительно отца любовь и стремление не огорчать отца вы помните что и же он говорю да что я творю то что мне показывает отец и даже когда он готовился к своему к своей смерти вы помните что был такой интересный момент когда он остался 11 и он рассказывал отдавал отчет о том как он прожил эту жизнь помните да он говорит слово твое я сохранил я кого ты мне дал я никого не погубил кроме человека который был предрешен это сделать да то есть и он говорит я имя твое открыт это отчет если я не ошибаюсь и она 17 это отчет и шума о проделанной работе и тогда мы говорим на пасе должно там отчитываться перед своим духовной власти почему бы нам не читать конце концов да и так мы видим что он принесет на землю справедливый суд то есть он будет судить бедных по правде и дела страдать со земли решать по истине и мы видим что сатана его слуги и все нечестивцы будут осуждены написано даже в лапу своих прозит зевру и духа бусы их убьет нечестивого то есть справедливости истина являются главными чертами и качествами правления мессии и когда мессия совершит свой суд будет сверхъестественно изменена природа самого мира то есть мир как мы его привыкли он будет будет другим а именно мы видим что волк он будет жить вместе с ягненком до вас будет лежать вместе с козленком будет теленок молодой лев волну то есть вещи которые несовместимы сейчас они будут происходить домами маленький ребенок он будет с ними играться в один день кого корова будет пасти с медведицу детенышей будут лежать вместе а лев вообще как волк будет есть солом вегетарианцев с нами да и дети будут играть со змеями и более того изменится внутренняя природа человека написано что не буду делать зла да и вреда на всей святой горе моей то есть не будет стремление козлу и не будет такого понятия как антисемитизм в том числе вот так почему это будет происходить потому что земля будет наполнена знанием познанием бога как воды наполняет море как воды наполняют море полностью да то есть если мы говорим о море мы подразумеваем что вода везде точно так же когда придет машин весь этот мир он будет наполнен познанием бог вы представляете насколько все должно изменить и мы видим что к этому корню и сею то есть миссии который станет как знамя для народов обратятся язычники то есть все на воды признают его как миссии подразумевается все безбожники которые сейчас поклоняются там магомеду не важно кому да все народы под всеми народами признаются все народы и мы видим что в тот день бог прострел свою руку чтобы возвратить себе остаток народа своего то есть израиль будет восстановлен и остаток этот вернется в физическое место под именем израиль видите да и когда мы снова возвращаемся к первому веку мы понимаем что именно такой машина рисовался и снился в разуме людей того времени вы понимаете да поэтому артодоксальные евреи говорят а ну-ка вы христиане такие молодцы расскажите пожалуйста в зоопарке там шо произошло недавно в одессе булки не съели ребенка да а здесь вот говорят что так не должно было быть здесь говорят что в принципе лет он может спокойно как подходить по одессе да он же траву есть чего нам его бояться если пасется вот там где-нибудь в парке на деревасовской но мы этого не видим поэтому простой вопрос пришел и маши кто как бы он пришел снялась убедил как вышли сидели где собственно говоря где но обещанное счастье если это был машина то мы должны это увидеть если это был машина мы должны это понимать следовательно и что это не мессия логично почему бы не в общем то давайте посмотрим дальше еврея 2 глава 28-29 и дает картину излияния духа святого на землю в последнее время и будет после того излию от духа моего на всякую воду и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши старцы в вашем будут сниться сны и юноши ваши будут видеть видения и также на рабов и на рабы и дни излию от духа моего да и пророки за иди расширяет эту мысль и связывает излияние духа с коренным изменением природы или сущность сердца внутренности человека давайте также посмотрим языки или от 36 26 27 языки или от 36 26 27 и дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное то есть какое плотяное любящие бога да в современном переводе написано нежно любящие бога и вложу внутрь вас дух мой и сделаю то что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять и и мы читали уже иеремия 31 глава 31 34 стиль это же обещание излияния духа и изменения природы человека он связывает с новым заветом бога и со своим народом иеремия 31 31 34 то есть мы с вами разбираем сейчас места писания так сказать чаяния которые были на тот момент вы поймите это нам сейчас так легко говорить он же короче говоря вот эти фарисеи были ступы вот вот это надо было так вот вообще ошибиться не признали машину но поверьте они старались они исследовали места на и мы знаем что служение апостолов на себе я думаю что кстати вот было вокруг вот этих мест их проповедь была вот из этих мест из пророчеств понимание пророчеств которые были истана и так мы читали но еще раз так сказать для контекста вот наступает дни говорит господь когда я заключил с домом израиля и с домом иуды новый завет не такой завет какой я заключил с отцами в тот день когда взял их за руку чтобы вывести их из земли египетской тот завет мой они нарушили хотя я оставался в союзе с ними говорит господь но вот завет который я заключу с домом израилем после тех дней говорит господь вложу закон во его внутренние стихи на сердцах них напишу его и буду им богом они будут моим народом и уже не будут учить друг друга брат брата и говорит познайте господа ибо все сами будут знать меня от малого до большого говорит господь потому что я прощу беззакония и грехов и грехов их уже не воспоминал более очень интересный момент скажите пожалуйста мы с вами сейчас знаю давайте посмотрим значит заключил мы мы с вами все здесь вам зайти да вы заключали но я заключал хорошо и он говорит что вложу закон моего внутренние стихи на сердцах их напишу в вашем сердце есть закон вы знаете написанный на сердце и уже не будут учить друг друга брат брат и говорит познайте господа а что мы сейчас делаем учимся как это понятно потому что тут написано ибо все сами будут знать меня от малого до большого и говорит господь потому что я прощу беззакония грехов их уже не вспоминал более как сумма тебя в общую концепцию давайте подумаем процесс еще вариации лично лично но ибо все сами будут стать не за что смотрите от малого до большого говорит господь потому что я прощу и интересный момент подъясни на микрофон пожалуйста интересный момент что здесь написано дом израилем и все то есть ну то есть это скучится с домом израилем посредка и так написано что все будут знать мы этого пока еще не видим мы не видим кто вы говорите что давай давай познаем бога познай бога не послали не познал точки регуляции свой режим не الدюйма Вы мне можете дать учение Тору, но именно познание Бога, то есть у меня Бог сам открывается. Близко, тепло, как говорят в народе. Микрофончик, пожалуйста. Я думаю, что здесь гастрон говорит о том, что она стоит время, и придет то поколение, которое будет впитывать веру Божью от своих предков. И родится такое поколение, которому не нужно будет рассказывать о Боге, а не будет сами свидетельствовать о том, что Господь есть. Откуда они их будут знать? Из поколений своих отцов, дедов, прадедов. Хорошо, а кто будет еще думать? Ну, Зрай тоже знал. Играть тоже знал. Да, читаю. Все-таки может, это как оно в действии, то есть оно уже частично испорнилось, но оно еще придет после завершения. Значит, смотрите. Представим себе такую картину. Находится... Представим, что сейчас вот время, когда и шло только пришло. Явлин, не явлин, но первый век сейчас. Что знали язычники о Боге? Ничего. Ничего. Я вам скажу, что действительно ничего. Почему? Потому что в синагогу их никто не пускал. Интернета не было. Нижек не было. Вы подумайте просто серьезно. Они видели, что у евреев какой-то движ. Три раза в год. Да? Какие-то странные моменты. Но Бога они не знали. Да? И вообще понятия о нем не имеют. Вообще. Понимаете? И тогда, чтобы даже войти в эти взаимоотношения, вступить во взаимоотношения с синайского договора, должен тебя кто-то был научить о том, что есть Бог. Да? Тебе должен был кто-то сказать, послушай, Вася Филистемлянин, я тебя научу. Да? Я тебе говорю, есть Бог, слушай сюда. Помните, как Чапай объяснял Петька? Вот это вот ты. А вот это твоя армия. Картошку он раскладывал. Да? А вот это они там нападаем, и мы идут бац-бац, и все. Да? То есть кто-то был, должен был быть, который бы научил хотя бы чему-то для того, чтобы вести человека в завет. мы же с вами, находясь в новом завете, мы не можем говорить, познай Бога, потому что мы уже в завете. Вы понимаете? Да. Это звучит странно, если христиане друг другу говорят, познай Бога, подразумевая, иными словами, родись свыше. Вы понимаете, да? Родись свыше, я тебе говорю, родись свыше. Я уже рожден свыше. Но я буду возрастать в этом. Вы понимаете, да? Говорит, не надо будет говорить брат в брату, познайте Бога, потому что сами будут знать меня от малого до большого. Бога. Потому что я что сделаю? Прощу беззаконие. То есть и грехов их не воспоминал. О чем это говорит? Что они беззаконие покаются. Понимаете? После этого покаяния будет заключен этот завет, новый завет. И они получат определенные начатки, в которых необходимо всю жизнь возрастать. Как это сейчас? И оно исполнилось? Оно исполнилось. Оно исполнилось твоей жизни, в моей жизни. И мы сейчас, и сейчас происходит то, что называется в другом местописании, приращение тела Христов в меру каждого члена, так как и своими словами. Иными словами, да, что Бог помещает разных людей для усовершенствования святых, для духовного роста. Да? Он дал мне какой-то дар. Дар учить. Да? Я служу вам этим даром. Он специально, я не выбирал этот дар. Я не придумал этот дар. Он так захотел. Я не лучший, не хуже. Мне просто так вот. У вас есть свой дар. Вы послужите мне чем-то. Когда мне это будет необходимо. И таким образом мы все вместе будем расти в телах Христа. Итак, есть момент, да? Мы видим основные моменты. С кем будет заключен этот Новый Завет? Мы видим, что он будет заключен, как мы говорили, не с народами в первую очередь, но с Домом Израиля и Домом Иуды. То есть с евреями. Но этот Завет включает в себя и народы. Так, поскольку Новый Завет дает Израилю исполнить Завет с Авраамом. Вы помните, да? Это место, что в тебе благословятся все народы. 15 глава. Бутилен. То есть отец Авраам будет станет отцом многих Го-Им, народов. А этот Завет с Авраамом означает благословение многих народов мира. Но все же мы должны помнить, что Новый Завет заключен именно с Домом Израиля. Так, тот Завет они нарушили, мы говорили. О каком Завете говорится? О Завете Авраама? О Завете Синайском. Да? И Новый Завет, это не обновленный Завет Моисея. Не light version, так сказать. А это другой, не такой Завет. То есть это не обновление Моисеева Завета путем добавления чего-то. Это другой Завет. Понятно? Ортодоксальные евреи считают, что Моисеев Завет вырос до того, что стал абсолютом. Но мы не находимся под Моисеевым Заветом. Мы находимся в новозаветнем порядке. Мы должны помнить и знать, что в новом Завете очень многое сходно с прежним. Синайским Заветом. Но также он имеет свои отличия. Мы видим, что Еремия говорит, что этот Завет не без Торы или без Закона. То есть существует Закон. И Моисеев Завет, и Новый Завет имеют Закон. И в этом нет различия между этими Заветами. Вы понимаете, да? То есть понятие Закона, оно остается. Мы первые три урока посвятили с вами вот этому вот как бы разбору. Мы видим, что особенности этого Нового Завета заключаются в том, что он будет вложен во внутренность и написан на сердцах. То есть будет изменена внутренняя природа человека, преобразован его разум и изменено его сердце. И буду им Богом, они будут моим народом. То есть народ будет верен Богу и Его Торе. И как Бог будет верен своему Закону. Итак, центром Нового Завета является внутреннее преображение человека. То есть это то, на что направлен Новый Завет, измененное сердце. Ради чего все это делалось? Чтобы поменять наше сердце. На этом мы на сегодня.